добрый день странное какое-то ощущение только закончилась среда и ты понимаешь что неделя рабочая закончилась но тем не менее нам всегда есть о чем поговорить и сегодня три сюжета на которых я хотел бы остановиться первое это неожиданное сообщение международного энергетического агентства о том что россия может пройти пик добычи нефти в 2020 году международное энергетическое агентство это организация которая обеспечивает информацией ведущие развитые страны потребители нефти это организация как будет есть организации производитель экспортеров нефти опек а это организация потребителей нефти она также анализирует что происходит в нефтяной промышленности разных странах и дает свои прогнозы честно говоря для меня эта оценка оказалась немножечко странной потому что мне казалось что рису резервы российской нефтянки они существенно выше и я считал что американские западные нефтяные санкции пока не оказывают существенного влияния на россию но тем не менее на этой неделе произошло событие на котором мы должны остановиться это заявление компании exxon mobil о том что она выходит из совместных проектов с рост нефтью собственно говоря само решение о выходе из проектов с рост нефтью правление exxon mobil приняла еще в середине 2017 года но по разным причинам сообщение о нем последовало только сейчас изначально изначально эти проекты были масштабные это шельфовое месторождение в арктике площадь там более 6 миллионов квадратных километров разговор о том что то 600 миллиардов тонн нефти потенциальные резервы что сумма инвестиций которые только роснефть который только exxon за свою треть участия в этих проектах может составить 200 миллиардов долларов в общем какие-то совершенно фантастические масштабы месторождений фантастические масштабы совместных проектов но за я заявление exxon mobil о том что потери компании от выхода из проекта составили 200 миллионов долларов достаточно наглядно говорит о том что проект находится в самой самой ранней геал стадии геологического изучения и о каком-то существенном продвижении а тем более перспективах добычи нефти на этих месторождениях говорить рано надо сказать что американские точнее опять западные санкции они касаются глубоководных шельфовых месторождений месторождения там на глубинах свыше 150 метров и по разным оценкам даже самые благоприятные из таких месторождений имеет смысл разрабатывать экономически имеет смысл разрабатывать только если цена нефти превышает 100 долларов за баррель чем дальше чем глубже чем дальше от берега тем естественно цена экономической эффективности должна повышаться поэтому мне кажется что особо роснефти расстраиваться не стоит я думаю что до этих месторождений дело дойдет не скоро и эти сотни или десятки миллиардов долларов конечно рано или поздно придут в российскую арктику непонятно когда но они придут мне кажется что оценка международного арктического агентства пике прохождения добычи нефти в россии в 2020 году несколько оптимистично им кажется что влияние санкции достаточно сильное но я пока не вижу ощутимых эффектов от этих санкций очевидно что вот кроме тех семи месторождений про которые было заявлено что западные компании выходят из россии ничего другого не было не полу не произошло западные компании продолжают оказывать сервисные услуги западные компании продолжают поставлять компоненты реагенты технологическое оборудование для работы на как не на не на офшорных месторождениях она аншорных но на территории на земле и на болоте вот поэтому поэтому мне кажется что влияние санкций она немножечко преувеличена но тем не менее такой звоночек прозвучал и даже если этот пик добычи нефти при от при условии отсутствия доступа к западным месторождение будет пройден не в двадцатом а в двадцать втором году или даже двадцать третьем году понятно что это общую картину перспектив российской экономики не меняет западные санкции самый главный удар западных санкций главное влияние западных санкций долгосрочной перспективе это технологический железный занавес это запрет для россии для всех российских комп предприятий для большинства для большинства российских компаний запрет на доступ к западным технологиям что естественно ухудшает экономические перспективы для многих из них второе второе событие недели о котором безусловно нужно говорить это заявление центра избиркома о том что у кандидатов президента грудинина обнаружены не не заявленные и не объявленные не учтенные считавший царских банков закон трактует эту ситуацию достаточно однозначно на момент регистрации кандидата у него не должно быть не счетов иностранных банках не иностранных активов по его грудинин подал документы на регистрацию 28 декабря справка из швейцарских налоговых органов датил датирована 31 декабря счета имелись причем 13 счетов насколько я понимаю закон говорит что такой контакт не имеет права участвовать в выборах собственно норма закона о том что ну например человек осужденный по тяжелым за особо тяжкие преступления не имеет права участвовать в выборах президента была в полной мере применена к алексею навальному вид мы видели весь этот цирк под названием заседание центра избиркома когда член центра избиркома председатель центра избиркома панфил выходили из себя пытаясь объяснить что они стоят на страже закона почему-то на страже закона они не хотят стоять в ситуации с павлом грудениным хотя в общем ситуация ничем принципиально не отличается в этой связи я должна дать должное позиции юристов компартии который выдвинула павла груденина который достаточно заняли четкую позицию заявив что если счета были то снимайте груди нас регистрации мы возражать не будем если счетов не было то мы будем с вами судиться ну собственно говоря вот четкая позиция внятная позиция опять странно слышать но это уже не первый раз случается что вот среди всех парламентских партий коммунисты наиболее последовательно стоят за верховенство права за соблюдение закона за жизнь за то что россия должна жить не по понятиям а по закону странно слышать такое от коммунистов которые правили страной 75 лет но тем не менее это факт и на этом фоне на фоне вот такого абсолютно четкого и корректного заявления коммунистов очень странно прозвучало заявление ксении другого кандидата президента ксении собчак который она сделала во вторник в интервью на радиостанциях и москвы когда она очень долго и подробно говорил о том что для россии нужно верховенство права что в россии нужно чтобы жизнь была по законам когда ее прямо спросили о том нужно ли снимать павла груди на скала ну только если вместе с владимиром путиным то есть вот какая такая странная конструкция получилась что вот если павел груди не нарушает закон то его снимать не надо то есть навального снимать надо кстати ксении про то что сняли навального незаконно да вот ну собственно ни слова не сказал а вот груди снимать не надо и это конечно такая неприятная история для меня потому что она не лишний раз говорит о том что все разговоры ксении анатольевна о том что она собирается объединять демократические силы они конечно от лукавого она собирается биться еще больше вести дело к расколу демократических сил она будет пытаться развести или демократический либеральный электорат по-всячески и вторая инициатива заявлено на в интер то же самом интервью на их и москвы а давайте считать что президентские выборы это праймер из между демократическими кандидатами в которых участвует вот я я явлинский я как собчак я собчак явлинский и титов это вот и есть правильно из демократических кандидатов давайте решим кто из нас наиболее популярный вокруг него будем объединяться но тоже очень такая абсолютно лукавая позиция которая вычеркивает навального из потенциальных участников демократического объединения поэтому как можно выступать за объединение демократических сил и одновременно запрещая также как и путинский режим запрещая навальным участвовать как в этом объединении я плохо понимаю но тем не менее тем не менее у каждого свои цели каждый решает свои задачи и видимо у ксении задача не столько выступить успешно в президентских выборах сколько какие-то другие задачи которых она пока не очень явно говорит и последнее со последнее событие последнее событие о котором я хотел поговорить и я думаю что это будет один из долгоиграющих сюжетов которые в котором мне предстоит возвращаться неоднократно на протяжении года это по большому счету меня есть только одно слово афера афера который проворачивает центральный банк под названием санации банков банкротов собственно говоря это афера такая широкомасштабная афера куда вкачиваются сотни миллиардов и триллионы рублей началась с банка москвы когда втб купил неконтрольный пакет 48 процентов акций этого банка выяснилось что банк огромная дыра для его спасения не столько банка москвы сколько спасение банка втб бюджет тут же выделено три почти 300 миллиардов рублей после этого вошли во вкус и начиная с 13 года центральный банк стал выделять более 20 банков взял на санацию через агентство по страхованию вкладов и выделено это дело более полутора триллионов рублей собственно ни один из банков ни один из банков банкротов долл который попали в программу санации вывести в здоровое состояние не удалось более того не удалось вывести в здоровое состояние те банки которые стали банкротами в кризис 2008 года помните там клубок связь кит финанс но собственно говоря вот в до сих пор 10 лет пыжится с этими с глобаксами со связь банку банком пытаясь вывести их ну хотя бы в нулевое состояние не получается в общем убытки плодятся и поэтому надеяться на то что в данном случае вот эти банки санаторы сделают что-то другое конечно очень тяжело но с прошлого года с 2017 года на центральный банк заявил что он прекращает программу санация через аэсвэй будет заниматься этим сам вот это очень такое странное заявление потому что на самом деле все проблемы банков банкротов или банков которые вот у которых отзываются лицензии у которых исчезает капитал то есть отрицательный капитал у банков банкротов означает что менеджмент банков собственники банков проели не только капитал который они туда вложили только собственные средства банка но и банки на средства клиентов и вот счет на отрицательный капитал сколько денег проели у клиентов он идет опять-таки на сотни миллиардов рублей вот себя заявил что у банка рост это больше 100 миллиардов рублей отрицательный капитал банка траст это более 400 миллиардов рублей . совершенно фантастические суммы суммы которые говорят о том что ну по большому счету никакого банковского надзора никакого понимания что происходит в банковской системе у центрального банка не было и похоже до сих пор нет и в прошлом году центральный банк взял на санацию три крупных банка это промсвязь банк открытие и бинбанк и тут же выдала там больше триллиона рублей на поддержание ликвидности тут же объявил что будет их заниматься выздоровлением этих банков самостоятельно и сказал что нужно вкачивать в них еще сотни миллиардов рублей в банка открытие было влита 450 миллиардов рублей при этом какая-то часть денег досталось не банку а страховой компании росгострах которые тоже решили санировать одновременно с этим при этом сказали что банк открытие кстати был санатором траста где центральный банк пообещал открытию помочь и выяснилось что дыра траста гораздо больше чем она была на самом деле чем было заявлено предварительно когда открытие пришло сказал давайте решать проблему давайте все-таки закрывать оставшуюся дыру центральный банк сказал да идите вы открытие пошло пошло на дно ну и собственно говоря вот сейчас нужно 450 миллиардов открытию 420 это только отрицательный капитал траста а соответственно нужно еще чтобы положительный капитал ну то есть вот все эти суммы фантастические на этом фоне прозвучало очень странное заявление которое меня поразило сразу же оказывается для спасения банка бин нужно всего пятьдесят семь миллиардов рублей ну в общем вы знаете вот пятьдесят семь миллиардов рублей в общем сумма не очень большая миллиард для для нас с вами на огромное колоссальное безусловно но для людей которые были владельцами банка бина эта семья шишханова гуцериева в общем миллиард долларов понятно что это деньги подъемные и после того как шишханов михаил шишханов отдал там 200 250 миллиардов рублей активов на сумму 200 250 миллиардов рублей для укрепления банка казалось бы вот но 57 миллиардов он точно бы нашел для того чтобы сделать оставить банку себя и почему центральный банк пошел на это дело почему нужно было отбирать банку частных собственников и отдавать его в руки государственных менеджеров которые еще ни один банк за исключением сбербанка не сделали прибыльными я конечно не понимаю вот но 5 цифры 57 миллиардов она нашла свое объяснил свое происхождение весьма просто оказывается для на балансе бин банка есть 750 миллиардов рублей кредитов которые отданы банку банкроту росту его центральный банк теперь эти кредиты возьмут на себя то есть 57 миллиардов на спасение бина и еще 750 миллиардов на спасение банка рост правда вы знаете вот когда речь идет о том что банк центральный банк государственный орган который занимается надзором за банками выделяет сотни миллиардов рублей на спасение банков банкротов при этом заниматься спасением банкротов будут те же самые менеджеры которые довели на занимались банковским надзором ведь они же будут сидеть в органах управления в наблюдательных советах они принимают решение того сколько денег дать вот правда это афера это афера положительных результатов не будет никаких за те деньги которые центральный банк вкачивает безусловно придется расплачиваться всем нам потому что банки будут еще более ненадежными инфляция будет выше рубль будет нестабильнее ну такой вот вы знаете странный получился набор сюжетов на этой в первой половине или во всей нашей прошедшей рабочей неделе и давайте давайте не забывать давайте не забывать что в конце концов сегодня 8 марта женский праздник всех женщин за которых я знаю которых не знаю поздравляю от души желаю улыбки желаю счастья желаю хорошего настроения радости жизни ну в общем всего самого хорошего что вы только можете представить себе и напомню что не забывайте подписываться на мой канал спасибо до свидания до следующей встречи